Я думаю, что все мы слышим о проблеме рабочего времени и, собственно, это в жизни наблюдалось. Ну, один проект просит решать рабочие дела до 4 дня, то осуществляют пенсионную реформу, которая влияет на продолжительность трудового стажа. Трудовой стаж – это самый большой период в системе рабочего времени. Короче говоря, значимость этой проблемы не приходится говорить, но вот надо решить вопрос. А вообще, на каком основании мы ставим проблему именно сокращения рабочего времени? Для этого надо разобраться, что такое рабочее время, как исторически менялась продолжительность рабочего времени, как, какими факторами сегодня определяется продолжительность рабочего времени и что должно быть в перспективе. Вот я бы так расформулировал план нашего сегодняшнего занятия и хотел бы приступить к реализации этого плана. Вот я начну с некоторых неожиданных вещей, которые стоят в том, что, вообще говоря, по мысли Маркса, труд – это родовая деятельность человека. Рабочее время – это есть характеристика труда, измерительная труда. Спрашивается, если это родовая деятельность человека, то есть та деятельность, которая реализуется в социальном, общественном и сущном человеке, то вообще на каком основании мы ставим вопрос о сокращении рабочего времени? Может, такое сокращение нанесет ущерб реализации этой родовой деятельности и, вообще говоря, противоречит интересам развития человека? Если я могу вспомнить Энгельса, который говорил о том, что труд создан человека в любом смысле, эта мысль вполне утвердилась и уже принадлежит не только марксистам, да, эта идея усвоена всеми, в общем-то, и социологами, и обществоведами, более-менее честными, так сказать, и научными. Так вот, как же совмещается признание того факта, что труд создал человека, и что человек реализует в труде свою общественную сущность в постановку вопроса о сокращении рабочего времени. Ведь если эта деятельность выражает человеческую сущность, то наверняка, и никто не будет спорить с этим, она реализует потребность в труде. То есть для человека, нормального, здорового человека, сходится на потребность в труде. И так, с одной стороны, мы имеем потребность в труде, а с другой стороны, в основном вопросе о сокращении времени, как будто бы наносим ущерб в реализации этой потребности. И так на нас со всех сторон прижимаем, да, я имею в виду работников, наносят ущерб. А тут, казалось бы, с одной стороны, капиталисты дают возможность трудиться. Трудись сколько хочешь, прямо призывает и приглашает. Замятых, конечно, не безработные. А с другой стороны, представители рабочего класса, в том числе политические представители, например, в лице рабочей партии России, стоят вопросы о сокращении рабочего времени и, прежде всего, рабочего дня. Нет ли здесь логического противоречия. Вот, чтобы ответить на этот вопрос, а эту проблему, вообще говоря, мы как-то не задумываемся. То мы спокойно принимаем сокращение рабочего времени, то, значит, мы, с другой стороны, принимаем роль труда, как определяющий социальный человек. Решить эту проблему, решить этот веримый парадокс, надо подойти к рассмотрению вопроса о динамике рабочего времени исторически. Ну, история человеческого общества начинается с первобытного коммунизма. А первобытный коммунизм, вы знаете, характеризуется тем, что все члены общины – собственники, и тружники. И тружники в смысле участия в производительном труде, то есть в труде, который преобразует вещество природы для обладающих потребностей, и в смысле участников в управленческом труде, потому что для общины характерно самоуправление. И вот спрашивается, для применения к первобытному коммунизму, вот, есть такая проблема, проблема сокращения рабочего времени. Ну, вот, представляется иногда, что в первобытном коммунизме люди были задавлены нуждой, да, поскольку были очень зависны от внешних сил и внешних условий своего существования. И это означало, что вот с утра до ночи, не разъебаясь, они только занимались трудом, чтобы обеспечить свою жизнь. Вот то, что мы говорили, что они зависят от внешних условий своего обстоятельства, безусловно, справедливо. Но вот дело в чем, что вот неразвитому производству соответствуют неразвитые потребности. И поэтому, например, в период собирательства, жизнеобеспеченность занимала, и труд по жизни обеспечен, ну, например, выкопать коренья, вот, вот, в юг Африки, да, для потребления. Вот такая деятельность занимала не больше 5-6 часов в день для взрослого представителя племени. Это не догадки, а это просто наблюдение за теми племенами, которые сегодня живут в условиях первобытного коммунизма. Такие небольшие очаги этого строя сохранились. И вот, оказывается, совсем немного времени занимает в жизни исключительно. Конечно, на все остальное время нельзя, в полной мере, отнести к свободному времени, то есть времени, которое предназначено для свободного развития, потому что надо, если вы здесь выкупили коренья, значит, вам надо переходить. Это перемещение уж не знаю, такое ли оно, так сказать, свободное, да. Но, чем не менее, вот труд 5-6 часов. И спрашивается, а надо сокращать рабочее время? Ну, мы исходим с того, что вот нужно трудиться столько всем, чтобы фонда рабочего времени общего был достаточно, чтобы укрепить общественные потребности. Вот при достаточно консервативном способе производства были консервативные потребности, и, наверное, не возникало необходимости увеличивать фонд общественного, фонд этот общий рабочего времени, а значит, при равном распределении времени производительного труда между теми взрослыми, продолжительность рабочего времени каждого взрослого достаточно фиксирована. И вот, как мы видим, не сверх продолжительной. Бывает величина времени рабочего, 5-6 часов. Вот такой первообытный курс. То есть тогда понятно, что эти люди действительно могли поучаствовать в управлении, и пообщаться, и понятно, что в таких условиях, как вот уже возникали элементы искусства, такого художественного восприятия жизни, были, выполнялись обряды коллективные, тоже имели свое значение в этой коллективной жизни. То есть вот такой был первообытный коммунизм, где, в общем-то, люди не были задавлены и придавлены непомерной работой. Причем, какой работой? Я подчеркиваю, именно производительным трудом. Производительным трудом. То есть в деятельности каждого взрослого члена общения совмещалась трудовая деятельность в сфере производства, производства, прямого производства, пусть это было преимущественно собирательство, и управление, деятельность по управлению. То есть они совмещали это в своей деятельности, ну и кроме того, естественно, был досуг, вот он был неразвитый, с нашей точки зрения, примитивный, потому что нет, театра в себе не было, да, ни выставок, но, тем не менее, в какой-то мере все-таки было уже вплывочное восприятие мира тоже формировалось, по крайней мере. Ну и вот я думаю, что там бороться с сокращением рабочего времени не было необходимости, потому что все было очень-очень, с одной стороны, консервативно, устойчиво, а с другой стороны, эта устойчивость соответствовала необходимым условиям для жизни и обеспечивала. И вот, как мы видим, рабочее время было весьма непродолжительным по нынешним меркам. Ситуация изменяется когда? Вот тогда, когда мы переходим к классовому обществу, то есть вступает в силу закон общественного разделения труда, вот тогда ситуация резко меняется. Этот переход вполне объяснен, потому что в чем было противоречие способа проведения супер-волюционной общины? Что труд коллективный, а орудие труда индивидуально применяемое. Ну, это только подобное, значит, македонская фаланда, за копейки лежалось несколько человек. И то это так. Не всегда это было. Даже в военном деле оправдан. А уж добыча, предметов потребления и так далее, вот применялись орудия труда, которые использовались один человек. Но это противоречие каким образом решилось? Вот появились такие орудия индивидуально применяемые, которые были более производительны. И тогда установилось соответствие между индивидуальным характером труда и индивидуальным применением орудий соответствующих. Потому что за плугом там, пятером ходить, нет смысла никакого. То есть вот такой был прогресс. Ну и вот на этой базе, технической базе, возникает общественное произведение труда. Почему? Потому что вот этот прогресс обеспечил появление прибавочного продукта. То есть продукта сверх необходимого. Раз появился прибавочный продукт, появились его потребители. Да? Такие. Это люди, которые были освобождены от непосредственно производительного труда. и располагали временем для выполнения других общественных функций. Ну, например, управление там. Или жильцы появились, которые на постоянной основе это делают. Значит, вот такое и появилось разделение труда. И чем выше была производительность, тем больше появилось прибавочных продуктов, тем больше появилось желающих его потреблять. Ну и я уж не ско прощаю. Потому что, на самом деле, появление прибавочного продукта давало возможности всем возрастающей части обществу заниматься теми медведетностей, которые обеспечили прогресс в обществе в целом. Ну, например, появилась наука. Да? Когда она появилась? Ну, тогда появилось разделение труда. Между людьми умственного труда, привычного, и людьми физического труда. Не имеется в виду только производительность труда. Много людей. Мне, сперва, придется не могу быть. Мы всегда знаем, что, скажем, переводили свободный граждан. В ней работа. По крайней мере, в Афинах так это было. Значит, свободные граждане доказывали теоремы, писали философские трактаты, занимались искусством, тем самым продвигали человечество. Вперед, но какой ценой это давалось? Какой ценой? А вот той ценой, что при невысоком уровне производительности труда, общественного труда, люди, закрепленные за производительным трудом, должны были практически всю свою жизнь, все время своей жизнедеятельности посвящать этому производительному труду. Ну, я говорю, посвящать, как будто у них был право выбора. Выбора не было. Они были раба. Да, то есть, это было, так сказать, принудительно осуществляемый труд. И, так сказать, непринудивение, вы знаете, сурово наказывалось. То есть, труд не перестал от потребности у человека. И в этом смысле рабы, ну, вот, создатели реальные богатства, и вот они соль земли, потому что они выполняли материальный вещественный труд. Но другое дело, что, когда труд выходил за свою меру, за меру удовлетворения потребностей, то тогда, конечно, он осил уже по преимуществу, принудительный характер, тяжелого, мы прямо так и говорим, рабского труда. Чтобы понять его количественные рамки, можем сообщить, что последним источником, я бы не искал. Значит, труд рабов, в период античного рабства составлял 15-16 часов в день. Да, я не знаю, там, как перегрев на обед был, 15-16 часов в день, и, естественно, без выходных, без отпусков, вот в таком режиме работали люди, которые создавали прибавочный продукт для тех, для той части общества, которая развивала эти общественные функции помимо производительного труда, и в таком качестве обеспечивала прогресс общества, но и в том числе и производительных сил. Потому что производительные силы тоже начали основываться на применении науки. в падении воды, в мельнице, так далее, так далее. Водоводов хотите сделать, просчитать, будет, чтобы была прочность, значит, этих, так, каменных опор, хотите построить большое здание, то же самое, будем сразу что-то рассчитать, и все это уже рассчитывалось, а кто рассчитал? Вот люди, которые занимались наукой. То есть наука тогда зарождалась. Ну, еще раз говорю, что вот в это время непосредственные производители трудились непомерно долго, и никакого соответствия времени труда, времени утворения потребностей не могло и быть. Ну, разумеется, такой труд, рабский, я имею в виду, такой продолжительности, ну, выглядит уже в значительной степени, как истязание, было, безусловно, связано с подрывом жизненных сил, и с преждевременной смертью человека. Поэтому, вы знаете, что трудоспособный возраст составлял очень большое величину. То есть враг мог выполнять вот те работы, начиная где-то с 16 лет, а в принципе, где-то он заканчивал свой родовой путь, ну, а вместе с этим и жизнью. Путь может кормить уже немощных людей, можно сказать, что немощных стариков, люди, которые все отдавали, уже превращались в очень немощные, они могли уже больше трудиться. Но это означает немощно физическое. В этом смысле, не надо смотреть на количество лет. То есть 30 лет люди уже были стариками. Ну, то их тогда просто переставали кормить. Ну, содержать не было смысла никакого. Задача была нам обратной, чтобы они содержали, правовладельцы, да? Не вы должны обеспечиваться. И так, значит, было перевладение, значит, продолжительность труда непосредственной произведения была непомерная, убивающей людей достаточно короткие, по меньшим меркам, по крайней мере, сроки. Значит, переход к другой общественно-экономической формации, основанной на разведении приоритетов, феодальной, несколько облегчил положение непосредственных производителей, трепостных крестьян, потому что они уже имели некоторое время досуга, поскольку имели свое хозяйство, ну, не слишком большое время досуга, потому что, конечно, они свое хозяйство имели, значит, они были там в хозяйстве, с одной стороны, а с другой стороны, вы знаете, так как правообытная, значит, первоначальная форма ренты, варщина, то есть, отработочная рента, предлагала ему и труд на полях помещика, на земле помещика, хотя и с военными родами труда. И там тоже заботились о том помещиках, чтобы получить эту ренту в достаточном количестве, для их потребности потребности не замешались. Поэтому там была борьба большая не столько за сокращение рабочего времени, нужно, крестьянами начали помещики, а за то, чтобы расширить время варщиках. Не 3, а 4 дня они... Капиталь об этом тоже можно считать. Как вот, когда Марк сделал исторический экстасы, насколько карданы были расхитительны человеческого труда, в том смысле, что себе прислали, расхитительны с точки зрения крепостных при силах. Ну и, разумеется, такое присвоение труда наносило ущерб к христианскому хозяйству, и это тоже, конечно, еще и отгромозило развитие производительных сил. То есть, можем отметить, что период крепостничества, время производительного труда, для тех, кто был скреплен социально-экономически за этим трудом, тоже было очень продолжительным, безусловно, уходило за рамки разумной потребности в труде, хотя и появились определенные фору, свободные были, иезные праздники, когда просто запрещалось трудиться, да. То есть, это не мысленно для работы, это не трудиться, а тут большие исключения. То есть, в этом смысле, есть ограничение суммарного количества рабочего времени, если привести это к годовому периоду, хотя в расчете на рабочий день, безработный два, произошло большое сокращение продолжительности этого периода годовой деятельности. Значит, когда мы переходим к капитализму, что мы имеем? Мы имеем переворот производительных силах общества, а именно техническом базисе производства. Значит, технический базис капитализма, как вы знаете, это система машин. Крупное фабричное производство основано именно на системе машин. А машины есть уже технологическое применение науки. Вот те непомерные муки труда, от которых страдали рабы и феодалы, конечно, простите, крепостные, в конечном счете создали базис для того, чтобы наука достигла таких высот, которые позволили превратиться технологически прилагаемым в широких масштабах. Тогда технологическое приложение науки стало определять технический базис производства. То есть уже не опыт здесь, не традиции решали, а именно наука. Ну вот, поскольку появился такой технический базис, то его совершенствование потенциально безграничное и каждый раз чем ограничены? границы сегодняшних знаний научных. Эта граница, как вы знаете, на самом деле выступает в качестве предела, то есть той границы, которая всегда переходит, и это движение бесконечное. Значит, бесконечен потенциал для повышения производительности труда на базе крупной машины индустрии. Вот это очень важная специфика. Раз этот потенциал бесконечен, то можно проявить такую ситуацию, когда сокращается суммарное время труда по обеспечению общественных потребностей и материальных благ. Первоначально это выглядел таким образом, что суммарное время труда сокращалось относительно времени труда в непроизводственной сфере и времени непроизводительного труда, хотя обе личины росли, но вторая личина времени производительного труда росла быстрее, потому что часть труда в производстве переходила в сферу непроизводственную. По терминологии Василия Куньева свободное время общества, но мы понимаем, что труд в рамках свободного времени общества это все-таки целесообразная деятельность, с результатом, который обращен на пользу, в том числе и других членов общества. И эту деятельность трудовую можно отличать от досуга, которая образует еще один элемент свободного времени общества. Значит, вот в ректоризме такая происходит картина. Что это означает? Что при данной численности рабочих всегда сокращение общего фонда рабочего времени создает материальную возможность для сокращения уже не фонда рабочего времени, а сокращения рабочего времени в расчете на одного работника. Заметьте, когда мы говорим о сокращении рабочего времени, мы всегда имеем в виду среднюю величину времени в расчете на одного работника. Рабочего, в данном случае, мы об этом говорим. Рабочего. А не общий фонд Рабочего времени. Хотя там тоже можно говорить о динамике фонда рабочего времени и о сокращении общего фонда рабочего времени, которое стало характерным для фактуризма второй половины 20 века. Вот появляется возможность сокращения рабочего времени, техническая, я бы сказал, такая материальная возможность сокращения рабочего времени для рабочего класса. С одной стороны, а с другой стороны появляется необходимость. Да, наука воплощается в средства производства. А Маркс это показывал, что работник становится подвигатком машине, который воплощает научные достижения, а с другой стороны настолько упрощает трудовую деятельность, что, казалось бы, уже не требует развитого работника. Вы знаете, мы помним, что на этой основе, например, в производстве стал широко использоваться в обречном производстве в середине 19 века детский и женский труд. Потому что обученные, рабочие, квалифицированные для выполнения ручного труда могли быть вполне изменены у станков, которые сами по себе воплощали науку, а для приведения в действие требовали очень простых трудовых функций. Так вот, рабочие мужчины могли быть заменены женщинами и детьми. Они были заменены, потому что это была прямая выгода для капиталистов в виде экономии заработной платы. В другим словом, увеличение прибыли за счет понижения заработной платы рабочих. Но все-таки эта картина не могла быть вот такой однозначной. Все-таки само усложнение техники требовало, ну, по крайней мере, какого-то элитного условия и рабочих, которые тоже понимали технику. Ну, и поэтому капиталисты, в общем-то, вынуждены считаться с тем обстоятельством, что применение новой техники требует времени для обучения этой техники. Да, это вот, так сказать, чем дальше, тем больше проявляется. А время обучения новой техники – это уже не рабочее время. Значит, факт внедрения новой техники предполагает сокращение рабочего времени. Вот я именно так ставлю вопрос. Для того, чтобы повысить производительность труда за счет применения новой техники, нужно сначала сократить рабочее время, используя это сокращение рабочего времени для обучения работников в работе на этой технике. Вот иногда говорят, я, может быть, чуть избегаю вперед, что надо повысить производительность труда, и уж когда мы повысим производительность труда, вот тогда мы сократим рабочее время. Да? И мы знаем, что это откладывается до греческих колен. Или это вот выступает, как морковка, так сказать, прикрепленная на шестую на шее ослика. И ослик сюда идет, и ему говорит, ну, вот морковку надо еще пройти, чтобы достичь морковку. И он идет, и никогда не достигает этого дела. Так вот, на самом деле, тайна, так сказать, сокращения рабочего времени состоит в том, и соотношение сокращения рабочего времени и повышения производительности труда состоит в том, что, как правило, повышение производительности труда предполагает сокращение рабочего времени для обучения работников использовать новую технику. Вот этот факт маскируется с каким обстоятельством? Что это происходит в обучении работников. Наладка станка в рамках рабочего времени. Рабочие воспринимают это тоже как рабочее время. Но, извините меня, рабочее время – это время производительного труда. А если вы только обучаетесь, крутите, вертите, рассматриваете на это станок, вам рассказывают, а для чего это нужна деталь, а для чего это справляющий? Это, конечно, производственное обучение. Но это ваше развитие. Потому что вы формируете представление о новом станке, еще не используя их. А дальше вы можете начинать обучаться. Это тоже еще не производительный труд. Потому что это обучение производственное. Это к чему отнести можно? Это вообще по сути относится. Вот здесь способности работников – это самоцель. А там развитие способностей и самоцель. Там идет речь о свободном времени, хотя и в рамках, формальных рамках рабочего времени. Так вот, такое сокращение рабочего времени – это норма для своего капитализма. И по-другому ставить вопрос – это просто безумно. Привозит в линию. И говорит, дура, ребята, давай, поехали. Ну, куда они приедут? Ну, ребята скажут. Ну, как скажешь? А он сказал, значит, какие-то другие рычаги и так далее. И чем это закончится? Ну, так же, всем все понятно, чем закончится. Он вам, рабочий, загубит эту технику. Чья вина? Капиталиста. Ну, что ты, дорогой? Ты уж хочешь и обучить, чтобы работник обучился в свое личное время, потому что это ты через край хватаешь. Ну, это раз. Во-вторых, ты тогда не контролируешь, как он обучается. Поэтому разумные капиталисты, да я думаю, что просто таких идиотов, что дать необычным работе на первую технику, таких идиотов капиталисты, наверное, не встречаются. Разумные капиталисты всегда предварительно сокращают рабочее время. Но это вот не в интересах рабочих делается. Хотя, конечно, их развитие в производстве, это вообще-то тоже относится к интересам. Поэтому я все-таки возьму уговорку, что это не в первую очередь в интересах работе делается, такое сокращение, а в первую очередь в интересах капиталистов. А вот когда такое внедрение новой техники осуществлено, вот когда появляется производительность труда и осуществляется его экономия, экономия производительного труда, Вот теперь уже настало время для работников в первую очередь использовать сокращение работы, вернее экономию труда в первую очередь для сокращения рабочего времени собственного, то есть в первую очередь в интересах своих, в интересах рабочих. Вот с этой частью у капиталистов, конечно, ничего в порядке. И это объяснимо почему. Если вы посмотрите первый том капитала, там есть очень глубокое положение у Маркса о том, что для капиталиста абсолютный интерес, он говорит, абсолютно. То есть во всех условиях, при всех условиях, интерес состоит в том, чтобы обеспечивать одно и то же количество труда за счет использования меньшего количества рабочих. То есть для него это предпочтительно. И эту мысль Маркса сегодня перебивают вполне буржуазные учебники, которые говорят о том, что это такая форма труда, то есть такое использование производительности труда, когда мы используем меньшее количество работников, позволяет экономить на зарплате, на содержании аппарата для разворов заработников, на социальном страховании, потому что каждый работник страхуется, а еще один работник теперь вместо двумя, значит, взносы на соцстрах, которые с точки зрения капиталистов, тоже издержки связаны. Поэтому трудовые издержки обещают не только заработные платы, но и начисления на заработные платы. Вот эти взносы сокращаются, и это очень выгодно для капиталистов, потому что увеличивает его прибыль. Поэтому капиталисты всегда склонны использовать сокращение фонда рабочего времени не для сокращения рабочего времени при сохранении занятости. То есть не для того, чтобы разложить оставшийся труд между всеми занятыми рабочими, а для того, чтобы сократить численность рабочих, численность рабочих, не изменяя продолжительность рабочего времени. Ну, я уже сказал, даже слишком аккуратно. Вы знаете, что очень часто, и Маркс об этом уже писал, на практике наблюдаются другое, что не только не сокращается, не только не остается постоянным, фиксированным в рабочее время при повышении производительности, а наоборот, оно удлиняет. Потому что рабочий, простите, капиталист не так будет выбирать, что не дай бог, не увеличилась нагрузка оставшегося рабочего. Да мы им на это наплевать. Значит, он выкидывает на улицу рабочих, экономит фонд зарплаты, а вдруг, если нагрузка вдруг возрастет, да, при том, что продавая нагрузку на того оставшегося рабочего, среднего рабочего, при том, что общий фонд рабочего времени сократился, ну, это, конечно, не проблема капиталиста, но на этом совершенно не отличается обстоятельство. Вот поэтому мы видим такую картину, постоянную картину, что чудеса техники, то есть, да, которые осуществляются при предварительном сокращении рабочего времени своим результатом, результатом использования, если рабочий ничего не делает, я об этом специально хочу сказать, ведут к тому, что численность рабочих сокращается, а кидаем их на улицу, увеличивается. Вот на этой основе, сегодня мы тогда говорим о перспективах развития роботизации, автоматизации, что прогнозируют капиталисты и их, ну, может быть, на теоретические даже, скажем, технические представители. Да, прогнозируют одно, осколка будет и завтра, и заработка времени к 30-му году. Ну, и прогнозы такие, что до 50-ти, ну, там, где-то поменьше. Ну, правда, успокаиваешь, и те, кого выкинут, потом их подберут, а поскольку другие, как бы, развиваются, там, связанные с персональным ходом за людьми, там, администраторы. Такие там только экзотические профессии называют. Но педагог в чем, что, я думаю, такие профессии появятся. Но где гарантии, что люди, которые выкинуты за пределы сегодняшних предприятий, будут работать вот по этим новым профессиям, которые, ну, заварь, новые квалификации, ну, это будет заботиться о том, что они получают какие-то такие профессии. Будут молодые брать, будут, да, из технику одеваться вот людям, которые оказались выкинуты на улице. Ну, это вот, когда, вы знаете, капиталистов не волновало особенно. Ну, так, конечно, что-то надо будет придумать, какие-то пособия придумать. Но, в общем, конечно, вот такой подход грозит большими бедствиями для рабочего класса. Но я бы хотел сказать, что эти бедствия не являются непреодолимыми. Почему? Потому что, ну, капиталисты используют экономику, да, вследствие повышения производительности туда в производстве своих интересов, а рабочие должны использовать своих интересов таким образом. Значит, вот труд часов, который сегодня считается нормальным, вообще нормальным, ненормальным. Потому что, опять, я вот, возвращаюсь к тому, к чему начали. А какова потребность труда, производителя? А ее измерить умеряется, в том числе и в рабочем времени. Вот опросы, которые проводились нашими советственными учреждениями, говорили о том, что в 60-е годы, в начале 60-х еще годов, рабочие хотели бы работать при прочих условиях, да, без потери дохода, там, до сего, точнее говоря, 4-5 часов. Вот это в 60-е годы. Вот прошло еще 60 лет, а все еще там 8 часов работают. То есть труд точно сверхпотребуется. Поэтому не надо вот говорить о том, что рабочие трудятся по 8 часов, потому что они хотят так работать, что они увлечены этой работой. Работа у них может быть увлекательной, конечно, они увлечены своей работой. Но чрезмерный труд губит всяких увлечений. Даже самая увлекательная вещь, если выделяете чрезмерное время, начинает наносить ущерб, во-первых, она уже, так сказать, эта потребность присыщена, это раз, а во-вторых, это время торгается для других потребностей. И тогда вот свободного развития и всестороннего точно не достигается. Потому что все вытесное время для оборудования, для занятий физкультурой и спортом. Поэтому положительный труд ведь имеет негативные последствия во многих отношениях. Так вот, значит, рабочие в этой ситуации должны обеспечить свои интересы. По форме они представляются как интересы сохранения занятости, как будто они борются только за занятость. На самом деле не только за занятость, но и излучшение своего положения. То есть понятно, что занятость, это, конечно, первоочередное, но занятость в течение шести часов меняет вообще и оттачки и не к труду, потому что труд приобретает характер удовольствия, а этот характер удовольствия, то и больше удача будет от этого труда. Меньше воздействуют ли эти факторы производственной среды, значит, меньше устают люди, меньше производственного травматизма, потому что производственного травматизма, его уровень находится в прямой, записываемся в положительность труда, вся статистика мировая об этом свидетельствует. Значит, колоссальный выигрыш для рабочих от сокращения рабочего времени во всех отношениях. Вот, больше того, это соответствует интересам коренным, и поскольку мы знаем, что уничтожение классов предполагает такую ситуацию, когда производительный труд распилен между всеми, и этот производитель не занимает, не поглощает основную часть социальной деятельности человека. Вот, исходя из этого, фактором, который обеспечивает реализацию возможностей сокращения рабочего времени в расчете одного работника является борьба рабочих. То есть, так всегда общий вопрос решался. Значит, заинтересованные общественные силы обеспечивают соответствующее преобразование. Вы хотите использовать потенциал экономии труда вследствие повышения общественного производства для сокращения рабочего времени, товарищи рабочие, за это надо бороться, поскольку интересы работодателей в этом отношении вашим противоречит. Поскольку специалисты заинтересованы в развитии производительных сил, то в конечном счете, в соответствующих напорах рабочих, ну и рабочего класса, если говорить о масштабном сокращении рабочего времени, они с этой ситуацией применяются. Почему? Ну, потому что более развитые производительные силы в условиях фактических производства обеспечивают повышение, но обеспечивают повышение, конечно, о непосредственных интересах, о непосредственных интересах я уже сказал, приведя, изложив формулировку Маркса, вот состоит в том, что вы все-таки препятствуете сокращению рабочего времени. То есть, если рабочие даже могут, ну, капиталисты с этим примиряться, и будут учитывать прибыль с новых условий, причем возрастающие прибыли, поскольку они будут использовать плоды технического прогресса в своих интересах, пользуясь в расспользующем положении в системе общественного производства. Ну, и вот все эти страхи, вот, мы сократим, значит, в большее время, то тут вся прибыль рухнет. Все эти страхи, они отражают вот это противоречие интересам самих капиталистов, с одной стороны, ну, а с другой стороны, они, так сказать, рассчитаны на работе. Всегда мы можем вспомнить пример из капитала Маркса, который буквально высмеивал Синьора, назвал, значит, раздел своей работы под пункт «Последний час Синьора», имея в виду, что вот он Синьора, так сказать, предмарктировал, так сказать, конец себя, как ученый, когда предположил, что сокращение рабочего дня на один час придет к сокращению получения прибыли. На самом деле, Маркс объяснил, что прибыль остается каждое мгновение труда, ну, и, так сказать, капиталистическая действительность подтвердила правоту Маркса, потому что мы знаем, что сегодня работают не по одиннадцатого числа, а значительно меньше, а для арверов колоссальное количество, немыслимое количество для 19 века, даже при сопоставлении там с учетом инфляции. Ну, и хочу сказать, что в этом отношении России тоже не отстает. Прямо то, что у нас повышение производительности труда, к сожалению, идет медленнее, чем в других капиталистических развитых странах, но оно, во-первых, идет, а во-вторых, в общем-то обеспечивает появление 170 миллиардеров по состоянию на 2020 губ. Да, все из них связаны с производством непосредственно, но мы все понимаем, что миллиарды, тысячи тысячи создаются где? В производстве. Прибавочные стоимости с детства с трудом, в рабочих, промышленных, рабочих. Да, ну, и с хозяйственных тоже. Нам еще говорят, в производстве. Промышленные рабочие – это основная рабочая класса. Вот, несмотря на то, что рабочее время сокращено, тем не менее, миллиардов стало больше, и это как раз реализация возросшей производительной силы труда в интересах капиталистов. И прежде всего, монополистических капиталистов. Поэтому рабочий класс имеет все основания развернуть борьбу за сокращение рабочего дня для того, чтобы обеспечить использование плодов своего же труда в своих интересах, хотя бы чистых человеках. Вот я уже говорил про Россию, у нас иногда складывается такое мнение, что, ну, конечно, западные рабочие, у них повышает деятельность труда, они могут. Вот, ну, я хочу, значит, сказать, что наши статисты выполняют роль таких палочек, да. Это вообще говоря, не случайно. Такую роль выполняют, и что-нибудь не выглядит. Так вот, я посмотрел статистику за 9 лет с 19-го года в обрабатывающих производствах, то есть в производствах, где, в общем-то, со сверху научно-технических продуктов, повышение производительности труда составило более 20 лет. Причем это повышение фиксировано каждый год. Вот у нас падение балового внутреннего продукта в целом экономике, вот каждый год производительность труда в промышленности. Вот там. А скажите, пожалуйста, а что произошло с рабочим временем, наш рабочий? Потому что оно тоже будет на 20%. Ну, плохо. Было, значит, 8 часов. Вот на 20% будет 6,5. Замечательно. Вот оно не происходило. Происходило. То есть весь этот результат забрали себе капиталит. Ну, в данном случае можно подключить рабочим, что вы недостаточно были организованы, недостаточно активно присутствовали для того, чтобы, ну, хотя бы часть этого результатов вернуть себе. Ну, тебе. Ну, что касается западных стран, я бы тоже не стал идентифицировать картину, вот говорим, что иногда наш товарищ так считает, что там в Германии 1380 часов в расчете на одного работника, а в России там порядка на 1908 тысяч часов, значит, там рабочий день, чуть не на третью, короче, делаем это, на самом деле. Вот это сокращение рабочего времени времени в расчете на работе, вбивается при катаритике как среднее тенденция. А что у средня? У средня тех, которые работают по так называемой стандартной занятии, то есть это почти что-то часов, да, к ним присоединять работников, которые работают по нестандартной занятии с чрезмерной положительностью на работе, продолжительное рабочее время, а такая доля тоже заметна в этих самых развитых футболистических странах, то есть это больше 45-50 часов, есть такой такой, это заметный процент, да, и к ним добавлять, так называемых частично занятых, это тех людей, которые тоже, да, работают, преимущественно вынуждены работать в полный рабочий день, получая, соответственно, повредительную тарку и плату за эти отработки не стыдно. То есть этими часами зарплаты, точнее говоря, не обеспечить нормальную жизнь, но больше, если просто не предоставить возможности, точно заработать. Вот то, о чем Константин Васильевич Федотов говорил, вот тут, значит, во рту, в Толанск, люди приходят и ждут, чтобы их хотя бы на 2-3 часа, ну, получат за 2-3 часа. А вот этот волок, который потом делится на всех занятых, он делится на всех, в будущем 2 часа, поэтому в среднем получается 380, то есть на такая, там, гидро, рабочий класс, залоги, да, вот так вот, активное действие, там есть, делим кучи часов, значит, благодаря тому, что, ну, нет, нет, да и услышим, а потому что нам не спешат довести, что там проведена забастовка общенациональная, и вот они добиваются включения договора, и вот, так сказать, или договор отраслевой, коллективных спрашивания, вот в таком договоре, а сокращенные рабочие недели. Значит, будет при социализме, ну, при социализме, это же в том, как вы, кстати, рассказываете, в своей форме, это же не так, но это означает, что нужно уничтожить крепление большой группы, и экономическими, и народными годами труда. Значит, нужно всех сделать работниками, говорил Ленин. Какого труда? Разумеется, производительного, производительного труда. Ну, и не только. Раз вы всех включаете, как производительный труд, то весь, скажем, труд, управлению, научнику и так далее, спрячется тоже между всеми. Значит, вот наступает сочетание труда, сочетание и перемены труда. Переход к такому положению вполне назрел, потому что расчеты показывают, что в расчете на одного рабочего, точнее, простите, трудоспособного члена общества, производительного труда, труда в производстве, приходится уже в разных странах полтора-два часа. Да? То есть, такому положению, посылки для обеспечения от приказа, созрели впервые, но они уже созрели, я их увидел. Вот сейчас они уже просто переизвели посылки. И поэтому, значит, нужно сделать следующий шаг, перейти коммунизм, то есть наткнуться к равенству людей, равенству в труде, равенству, в управлении, в равном отношении к собственности. Ну и тогда мы уже за счет этого собираемся в рабочее время, приблизим его к потребностям. А кроме того, естественно, значит, будет в этом же направлении действовать и не продолжающееся повышение производительности труда, продолжающийся прогресс техники. Поэтому перспективы сокращения рабочего дня колоссальные или там шесть часов, это не только первый шаг. Первый шаг, о котором говорили большевики, в программе приняты в 1919 году. Они даже не принимали это как далекую перспективу, даже в то время. То есть это было совершенно правильное понимание того, что может дать социализм, как уничтожение классов. Но социализм, это уничтожение классов, означает, что классы существуют, хотя и как уничтожают. Это означает, что часть членов общества, большая группа людей закреплена за трудом производительным. Это и есть рабочий класс в социализме, хоть он от правленческого труда в рамках диктатуры патриата. А другая часть выполняет другие функции, например, управленческие. И вот это противоречие сохраняется. А раз сохраняется это противоречие, то это означает, что в обществе приставлены интересы, связанные с тем, чтобы препятствовать сокращению рабочего дня у рабочих. Почему? Потому что при повышении продолжительности и зафиксированной продолжительности рабочего дня возрастает масса приставочного продукта, продукта, на который живут люди вне производства. Понятно, что есть нетрудоспособные, но есть и люди, которые вполне трудоспособны, но тем не менее не связаны с предварительным трудом. Это люди, которые переложили, говоря словом Менгельса, свою часть производительности на плечи других. Они могли бы сказать, ну мы выпили из капитализма, там это естественный порядок. Так вот, там большая часть общества переложила уже свою долю производительности на плечи, меньшая часть общества, потому что рабочий класс чечен там не преобладает. Но при социализме это, так сказать, переходный период, можно было так говорить. А когда переходный период завершился, вот должен быть простор для сокращения рабочего времени. Этот простор, оказывается, не обеспечивается без целенаправленной борьбы рабочего класса. Вот об этом говорит весь опыт социализма в СССР. Мы знаем, что от 8 часов, значит, победа социализма привела к 8-часовому рабочему дню, его законению. Причем это вот сегодня, что называется, на завтра. Значит, через 10 лет начался переход к 7-часовому рабочему дню, и он был тоже успешно завершен в промышленности. Дальше, понятно, что ментала война, но вот после смерти Сталина, можем это рубежно вполне определенно говорить, движение к сокращенному рабочему дню и сокращению рабочего времени застоплилось, потому что партия переродилась, а значит, бороться за сокращение рабочего дня рабочему классу предстояло без своей партии. То есть это колоссальный шаг назад. То есть в том фильме, где партия играла роль правящей, то есть в теме, конечно, борьба вне партии могла быть только разводится сильный и неэффективный. Вот поэтому мы уже с начала 60-х годов ничего не услышим о сокращении рабочего дня и о сокращении рабочего времени. Больше того, началось по пятной доведении, когда от 7-часового рабочего дня, впервые введенного в 1928 году и в 1967 году вернулись снова к 8-часовому рабочему дню под красивым предлогом сжатия рабочей недели, потому что теперь уже 40 часов, 41 час, простите, на 5 дней раскладывали, а не на 6, но тем не менее это был регресс, который резко укушил плотание рабочего класса и привел в конечном счете к реставрации капитализма. Значит, поэтому социализм не освобождает рабочий класс от борьбы за сокращение рабочего времени и прежде себя рабочего дня, хотя от этой борьбы, от ее успеха выигрывают все, поскольку план рабочего дня в производстве задает, как правило, верхнюю границу рабочего дня в непроизводственной сфере, поэтому, казалось бы, все выиграют, но с другой стороны, часов в непроизводственной сфере это совсем другое, чем 8 часов в производстве, да, это не так тяжело, тем более, что контроля там такого нет строгого, потому что каждую рабочую минуту, значит, работе, вот я такой лозг видел на заводе «Электромаш», очень заботясь о том, что рабочий, вот, более у станков, вот каждую минуту, да, чтобы не участвовали в управлении, например, а, так сказать, что касается, значит, учреждения, там еще и чай попивали в рабочем время, где-то была вроде как деловая этика, а почему попить чаю, так, без разгона, и сколько это тянуло, то есть там проблема с ограничением рабочего времени никогда не стояла так остро, как для рабочего класса, вот поэтому там и спокойно отнеслись к удлинению рабочего дня. Значит, понятно, что хоть там, как мы вернулись, специализм снова предстоит развернуть эту борьбу за сокращение рабочего дня, снова, значит, нужна партия, снова нужна организованная борьба профсоюзов, и эти предпосылки есть, в Мессе рабочей партии РАПСИ, в программе которой поставлена задача сокращения рабочего дня до 6 часов, то есть 5 часов. Значит, есть федерация профсоюзов, которая имеет такую программу. Ну, а что на плет перспективе? В перспективе, если уже сегодня на того трудоспособного приходится 2 часа в производстве максимум, то, конечно же, после восстановления диктатуры пролетариата, значит, с учетом ошибок, которые были сделаны в предыдущий период после первой победы советской области, мы очень быстро пойдем к сокращению рабочего дня, то в 3 часов, я думаю, что больше не надо, мы, вы скажете, больше того, пойдем это только таким образом, что для рабочих сращаем рабочее время, а рабочих остается все такое же количество, а остальные остаются нерабочие. Это не было бы уничтожение класса. Нет, сокращение рабочего дня мы используем для того, для того, чтобы к этому производству безболезненно подключались те, кто находятся к ней, вот, чтобы они потихонечку, потихонечку брали на себя, на свои плечи возлагают свою долю производительного труда. Но сокращение рабочего дня производства, как мы с вами понимаем, облегчает, такой переход облегчает приступение рабочего времени. Ну и в результате, так сказать, исторической перспективы уничтожения класса, когда все люди будут участвовать в производительном труде в течение трех часов, а большую часть своего времени будут посвящать другой деятельности, научной, управленческой, значит, контролю, образованию, физическому респорту. Вот такое состояние, уничтожение, уже будет достигнуто, я полагаю, что в очень короткую перспективу, потому что материальные предпосылки для этого полностью готовы. Дело за малым, дело за тем, чтобы развернуть борьбу за сокращение рабочего дня, доведение его до потребностей в труде, которая на сегодняшний день наверняка не превышает трех часов в день, имея в виду потребностей в предпроизводстве. Вот к этому я и призываю слушателей Красного университета, потому что эти слушатели это не только пушки, но и деятели, то есть те, кто заинтересованы в преобразовании красивым призалом нашей жизни. Спасибо за внимание. В последние годы в каких местах, заводах рабочие смогли добиться перехода более короткой рабочей недели с сохранением зарплаты? В университете в России или где? В России, да, прежде всего. Значит, вот я являюсь консультантом рабочей и коллективом. Ну, пока, вообще, инициативный групп рабочих, разделяется о ситуации. Значит, пока такого опыта нет в массовом, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки какие-то, какие-то раски им можно прийти. Вот Валентин Владимирович Кальвик, соприседатель комитета, профсоюзного комитета защиты труда Царовской генерирующей компании, сказал о том, что во время пандемии, значит, был у них иден, по сути, режим шестичасового рабочего. Да, это вот сделано было по инициативе администрации. Да, но на самом деле, очень об этом уже давно уверены, выставляли такое требование, я думаю, что не обезтечет вот этих людей. Да, это такая ситуация. Вроде бы, вот, скорее, шансовое социативное соглашение. Но, тем не менее, пример есть. И я думаю, почему тут можно рассматривать как пример? Может быть даже это, например, успешной борьбы. Я же говорю, что это не с неба, наверное, упала, а все-таки Вот эти вот позиции русских, это известный руководство. Но этот пример говорит о том, что производство не падает. Сколько, например, стоит говорить, как свидетельство того, что он уместим в другом работе с высокими производственными показателями. Рабочий день в социалистических странах сейчас какой-то, прежде в Корейской Народной Демократической Республике? Я, к сожалению, не имею, сказать, свидетельства, что в Корейской Народной Демократической Республике, значит, очень частых, а продолжительных побочек нет в Китайской Народной Республике. Да, суммарные количества, если говорить западные, в Китайской статистике чуть не знаю, около двух тысяч частов в год, я имею в виду. Но это, тем не менее, не отмечается от того, как есть в Японии. А Япония уж такая развитая экзистическая страна. И это существенно ниже, чем в Корее. А Корея тоже приводит как пример успешно развивающейся экзистической страны. В Китае, как мы знаем, старт по площадке защитки в Нипре. Я понимаю, что все были разрушены, да, но надо иметь в виду, кто обеспечивал восстановление Японии и Кореи. Американский капитал, экономный совершенный итог и так далее. То есть, в этом смысле социалистический Китай демонстрирует свое преимущество к отношению к тем странам, где уровень общественной производительности труда пока еще в разы выше чем в Китае. А отпуск в государственных предприятиях, не знаете, в Северной Корее, в Китае? Можно сказать, я знаю, что там расширяются социальные гарантии, в том числе и в СМИ отпуску, и в том числе в пенсионном обеспечении. Мы говорим, что вот в Китае там о деятеле заботятся. Пенсионное обеспечение – это тоже, между прочим, отпуск. Ну, такой уже продолжительный отпуск после решения по стажам. А трудовой стаж там завершается раньше, чем в России. Но, значит, вот обвиняли, что Китай не мог решить эту проблему, что там с пенсиями не все в порядке. Ну, давайте вспомним, что у нас в пенсии не сразу все было в порядке. Что это вообще большой переход. Что страна мелкокрестьянская, чтобы обеспечила большое население вот такими социальными гарантиями. У нас вот для промышленных рабочих это было везло в средине 30-х годов, то есть по завершении переходного периода, а для сельскохозяйственного населения – защита политиков. Китай активно такая же, да? Такая. Прогресса системы пенсионного обеспечения, когда повышается роль государства, значит, у муниципалитетов. И в этом смысле, конечно, тоже позитивные пенсии на Китае не нарушает закон, сокращение площадь летних, характерных для социалистических стран. Другое дело, что этот закон получает простор для своего действия, который имеет условия победившего социализма. Пока такой победы нет. Людей сказать, да, и сейчас, конечно, экономика. Этот закон не может действовать веком, так сказать, снижением и веком. Полный век. В Китае на госпредприятиях в позапрошлом, что ли, в этом году перешли, это установлено возраста выхода на пенсию женщинам с 50 лет, мужчинам с 55. То есть снизили на 5 лет. А у нас, так сказать, из-за реванчества капиталистов, все наоборот. Понятно. Ну, видите, в этом смысле, Китайская народная республика, что заключается сокращение пенсионного, понижение пенсионного возраста? Это такого рода компенсация за достаточно продолжительный рабочий день и рабочий год. Ну, в такой форме компенсирует. То есть все равно это уже существенное улучшение положения рабочего. Я не сомневаюсь, что дальнейший прогресс будет связан с сокращением рабочего дня. Что это только для нас только открытие. Я как собой написал. Будет, конечно. Ну, а в западноевропейских странах, в Австралии, в Канаде как сокращение рабочего времени и трудовой деятельности в целом, сроков трудовления. В пяти случаев есть сокращение рабочего дня. Например, на заводах Toyota в Швеции. Там шестичасовые рабочие смены. Ну, здесь технологии японские, а, значит, сильные производства немецкие. Значит, по производству, да. Такого рода эксперимента проводятся в Финляндии. Не только по производству, но и в Пиксверт. Знаем, японечко это делается. Что касается, вот, опять, в США, то там картина не такая, что после того, как основано профсоюзное движение, вы знаете, там, с ним, в общем-то, с урока, так сказать, расправились, так сказать, расправились свои профсоюзы, с диспетчером. То есть разграбили вот такие отряды работников и рабочих. Там положение с продолжительностью рабочего времени отнюдь не самое благоприятное. Хотя какие-то эпизоды, так сказать, бывают. Тут никакое отклонение в лучшую сторону для рабочих. То есть, в целом, да, я так бы сказал, что там характерно, что они строительство рабочего дня впоследствии коллективных товаров, то есть там входили в предприятии и отраслей. на уровне закона, на уровне закона, нормы могут быть больше сорока часов. Это вот капиталисты опять не спешат на уровне закона, потому что это слишком оказывает, слишком оказывает. А борьба с широким фондом, значит, трудящимся, тоже не ведется. Широким фондом. Вот в том, где боевые профсоюзы удается добиться улучшений, тапли их нет, повышения не брызгут. Ну, вот в Сингапуре, в Австралии, с Новой Зеландией и Канаде, там, вроде, в Союзе больших успехов добивались, но в Сингапуре там вообще какая-то особая ситуация с распланированием, развитым, с набором, да, что-то прямо не надо. То есть, мишка все. Какой там рабочий день? Борисы и успехи, то есть, во-первых, не спешат нас ознакомиться с этим успехом, во-вторых, что касается вот статистики, положительность рабочего дня вы не найдете. Видимо, очень сложно ее рассчитать. Это действительно сложно, потому что, я еще раз говорю, как рассчитать. Если средний рабочий день 5, то вы возьмете день тех, кто работает по 50 часов, ликвизуете 40 часов, да, и те, кто работает по 3-4 часа, вынуждены работать, так называемый частично занятый. Я думаю, что могли бы посчитать, значит, органы статистики западных стран, но этих расчетов нет. Есть лучше, чем мод считает, среднюю продолжительность рабочей недели. А что касается государственных органов, у них расчет идет в сумме продолжительность рабочего времени в расчете работников за год. Поэтому рабочий день вы никак не получите статистики. Ее поделим только примерно. Так, что такое общий фонд рабочего времени? Значит, общий фонд рабочего времени – это очень важная величина для понимания того, как сокращать рабочее время. Значит, производство всегда имеет общественный характер. это означает, что общественные потребности требуют определенные суммы рабочего времени в производстве. Общий фонд рабочего времени – это суммарное время всех рабочих за определенный период, суммарное время. И динамика этого общего фонда не совпадает. Вот как могу сказать, например, что вы там возьмите статистику. Она есть статистика. Она не используется, как правило, буржуазными авторами. Для нас это какая-то новинка, что в сфере обрабатывающих производств Германии затрачивается в год 40 миллиардов человек часов. Я могу ошибиться, но порядок такой – миллиарды человек часов в год. Как это образуется? А мы по статистике суммируем столько, сколько работали там вот в разных режимах рабочего времени все работники. Валовка такая, да? И что нам это дает? А дальше выясняется, что этот общий фонд рабочего времени может быть обеспечен большим количеством рабочих, а может быть обеспечен меньшим количеством рабочих. Если он изменяется вследствие повышения производительности труда, то возникает какая проблема? Вот фонд понизили, уменьшился. Но не надо теперь столько времени, поскольку производительность труда возросла. Общий продукт производится за меньшее количество времени от работного общества. У Маркса есть такое понятие, оно не часто встречается, но есть такое понятие – общий рабочий день. Так вот, это дает возможность что? Сократить рабочий день. Но если вы сокращаете количество рабочих, то там две перемены. Вчислите общий фонд рабочего времени, а возникнет количество рабочих. И они в определенной степени независимы. То есть, если количество рабочих сокращается медленно, чем сокращается фонд рабочего времени, ваше рабочее время в расчете на одного сокращается. Если количество рабочих растет, а фонд рабочего времени сокращается, ну тогда у вас сокращается время в расчете на одного работника самым быстрым темпом. А возможно худшие ситуации. У вас фонд рабочего времени сокращается в общем. Вот не надо столько миллиардов часов, а меньше миллиардов часов. А количество занятых производств сокращается еще быстрее. И вот эти миллиарды теперь обеспечиваются кем? Значит, отрабатывают большее количество часов. Вот к большому сожалению, это ситуация в современной российской промышленности. Когда фонд рабочего времени у нас сокращается в общем, а количество занятых в отрабатывающем производстве сокращается еще быстрее. Поэтому что нас удивляет, факты работы по 14 часов уже валят и валят и валят. Хотя, как я уже сказал, статистик говорит о повышении производительности. Да, она может в 100 раз повыкнется, а вы будете работать с утра до ночи. Если ваши товарищи выкинут с производства, вы добьетесь сокращения рабочего дня. Вот когда вы добьетесь сокращения рабочего дня, тогда этот сократившийся фонд будет разложен между всеми. И всем станет легче, и станет лучше. И вот мы приводили таблицы, у нас есть публикация, журнал «Социальные правовые исследования» номер один за 20-й год, где говорилось, что при таком сокращении прибыли не исчезнет. Она просто будет медленнее расти, чем тогда, когда расти, я говорю, медленнее. Расти. И это вариант, который совместит и с ростом прибыли, и с повышением заработной платы. То есть, короче говоря, конечно, вот учитывая, что продолжительность, средняя продолжительность рабочего времени в расчете того работника зависит от двух фактов, от общей фонда работы рабочего времени и от общей численности рабочего. За занятость надо бороться с всеми возможными средствами. Занятость можно обеспечить только таким способом, что сокращайте рабочий день. Вот тогда все будет хорошо. Ну и, по крайней мере, лучше, чем сейчас. Так. Целесообразна ли борьба за сокращение рабочего времени работниками нематериального производства с нужащими, офисными работниками? Если да, то каким образом? Разумеется, борьба целесообразна. Почему? Потому что, вообще говоря, офисные работники трудятся иногда непомерно много. И это практика, значит, нередко. Почему они так трудятся? А вот представьте себе, значит, операционист Сбербанка говорит, ну что ж такое, я, значит, пришла тут, отработала 8 часов, а у меня еще просят остаться. А ей говорят, а вы что? Значит, у вас что, труд тяжелее, чем у станков? Вы знаете, что на производстве работают 15 часов? А вы что, 8 часов? У вас что, труд легче, что ли? Понимаете? То есть тут начинается такое вот использование капиталистами любой сферы. Вот таких примеров. Поэтому, так сказать, обратное тоже верно. Если бы борьба в офисах развернулась, а там строят от продолжительного рабочего времени зачастую очень сильно, да, скажем, статистика говорит о том, и факты говорят о том, что финансовые аналитики, я все время, я уже, к примеру, поражаюсь, финансовые аналитики в Нью-Йорке работают по 120 часов в неделю. Ну и вообще я уже ничего не стаю понимать, как. Работают же, вот об этом и говорят. То есть, неужели они не выиграли от 8 часов? Но они поскольку столько работают, они, во-первых, значит, они разобщены, потому что говорят, сколько будешь работать, будешь старшим менеджером, будешь меньше работать, получать еще больше, да, то вот они такой путь преимущественно избирают. И поэтому от них не жди, что эти люди, значит, развернут борьбу за сокращение рабочего дня. Но, тем не менее, есть люди, которые, значит, работники, сферы непроизводственной, которые готовы и могут в силу своей организованности вести борьбу за сокращение рабочего дня, они, например, авиадиспетчеры, да, и не вот такого рода работники. Если они эту борьбу развернут, это будет замечательно. Мы все время приводим успех борьбы авиадиспетчеров за повышение заработной кладки. И это действует на рабочих тоже. Это вдохновляет. Если бы, значит, офисные работники такую борьбу развернули, если бы, это тоже было бы очень полезно. Очень полезно. И не надо, значит, вот, сказать, говорить, что если мы говорим о передовой роли рабочего класса, то вот это означает, что не надо никаких инициатив. Мы видим, например, сейчас в Союз Действия, административные работники организуются. Они, наверное, не только с повышением заработной платы, но с человеческим графиком работы, с сокращением рабочего времени. Они там работали на две ставки, это для них норма была. Вот они так зарабатывают. Я не знаю, что они зарабатывают. Значит, вот теперь с этим борьба развернулась. Разве это не положительный факт? Это положительный факт, это положительный фон, это положительный пример для рабочих. Другое дело, я вам хочу сказать, что пока не развернулась борьба рабочего класса, вот всех интеллигентов преимущественно будут так и пугать, что вы хотите. Работать меньше, чем работает рабочий станков. Поэтому я бы сказал так, что всякая инициатива в этом направлении приветствуется, откуда она исходила, но решающих успехов эта борьба достигнет только тогда, когда развернется теперь материальное производство. То есть рабочий класс. Пока уровень зарплат в России низкий, даже успех в деле сокращения рабочего времени приведет к появлению дополнительных подработок. Разве не так? Чисто арифметически так, что больше времени рабочего на этой работе, значит, могу поработать. Сказал об этом и представлении. А я вот это другого хочу сказать. А как вы себе мыслите о сокращении рабочего времени? Вот это что? Это мы будем писать какие-то петиции, и нам кто-то добрый возьмет и сократит рабочее время. Мы уже на Российском комитете рабочих выявили тот путь, единственный, наверное, накрежный путь сокращения рабочего дня, который осуществим в России. Это путь бессрочной запластовки путем сокращения рабочего дня на один час или на два часа. Этот путь, насколько мне известно, ну и был проделан двух петерами, да, в начале двух петер, когда они вот так и поступали, смену свою на час, потом на два, да. А что они только за сокращение рабочего, они вообще не боролись с сокращением рабочего времени. Они за что боролись? Они боролись за повышение заработной платы. То есть, когда вы будете сокращать большее время, находясь в процессе критиного трудового сбора, то вы одновременно будете добиваться увеличения и других задач, в том числе и повышения заработной платы. Поэтому для меня совершенно очевидно, и для всех, кто пытался на практике добиться сокращения рабочего дня, что сокращение рабочего дня на практике будет осуществимо только в ходе борьбы. И для того, чтобы повышение заработной платы надо сократить рабочего дня, потому что способ сокращения рабочего дня – это коллективные действия. А без коллективных действий ни о каком повышении заработной платы речи быть не может. Вот такая диалекция. А те, кто, значит, говорит, ну, мы тут куда-то пойдем, но они никогда в жизни не сокращают рабочее время. Какое-то сокращать рабочее время, ищут, и видят, ну, спать, допустим, на работе, и кто-то так не дает, а встречу не будет им сокращать рабочий день. Их загрузят сверхурочным, пригласят выходки, а уж если у них остался один выходной, ну, пусть тогда идут на вторую работу. То есть это логика, рассуждение не борцов. Логика борцов совершенно другая. Я бы хотел вообще воспринимать логику борцов. Да, все, большое спасибо, Азалей, и до свидания. Большое спасибо. Спасибо. До свидания.